МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях региона расскажут корреспонденты краевой телекомпании СВОЁ ТВ и я, Илья Захаров. И вот ключевые темы этой пятницы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь официально. Ставропольским аэропортом присвоены имена полководца Александра Суворова и поэта Михаила Лермонтова. У меня в руках заветная бумажечка, за которой сейчас охотится пол Ставрополя. Это входной билет на церемонию открытия студенческой весны стран БРИКС и ШОС. Кому достанутся заветные пригласительные на международный молодежный фестиваль? В Ставропольском зоопарке пополнение в звериных семействах. Как осваиваются малыши? Джамиля Ибрагимова отправилась в зоопарк. Сейчас подробнее об этих и других новостях выпуска. Теперь официально. Аэропортом Ставрополя минеральных вод присвоены имена Александра Суворова и Михаила Лермонтова. Указ подписал сегодня президент Владимир Путин. В нем перечислены 33 воздушных гавани России с новыми названиями. Напомню, кампания по переименованию крупных аэропортов страны прошла в прошлом году. Достойных соотечественников выбирали сами жители онлайн-голосованием. По условиям проекта этот человек должен иметь непосредственное отношение к этому городу. Календарная весна заканчивается, а международная только начинается. До масштабного события осталось всего 4 дня. Уже завтра в Ставрополь приедет первая делегация. Студенты из Кемерово. Антон Киевский побывал на главных площадках и узнал степень готовности к большому международному мероприятию. Это главная сцена церемонии открытия студенческой весны стран Брикс и Шосс. Через считанные минуты здесь начнется очередная репетиция. Артисты уже вовсю готовятся. И сейчас мы с ними немножко пообщаемся. Девочки, здрасте. Вы что за коллектив, расскажите? Мы коллектив детской хореографической школы. Что вы здесь будете делать? Мы сейчас выходим вот сюда и будем со студентами, да, будем массовкой помогать им выходить. Они будут в больших костюмах матрешек, вот, а мы, ну, как маленькие матрешки, как массовка с ними. То есть это у вас вот юбки такие, костюмы матрешек, можно сказать. Церемония открытия ожидается фееричная. Еще свежа в памяти прошлогодняя, на всероссийской студвесне. Тогда в ней участвовало 2000 человек. Даже сейчас стоять на этой сцене, пока идет обычная репетиция, довольно волнительно. Что будут чувствовать участники церемонии открытия во время самого мероприятия, нам остается только догадываться. Кстати, их здесь будет задействовано около 4000 человек. Церемония открытия начнется в 8 часов вечера 4 июня и продлится примерно 2 часа. Буквально в нескольких шагах от стадиона «Динамо» идет установка еще одной площадки международной студенческой весны. Это большая сцена на главной площади Ставрополя. Здесь пройдут вечерние концерты звезд российской и мировой эстрады. Здесь выступит певица-елка Макс Барских и всемирно известный исполнитель Эйкон. Все выступления будут бесплатными как для гостей, так и для жителей города Ставрополя. Поэтому не покупайте билеты. Помимо подготовки организационной, Ставрополь готовится и внешне. Произведен ремонт дорог на улицах Мира и Лермонтова. Уложена тротуарная плитка. В прошлом году к Всероссийской студвесне в Ставрополе появилось сразу несколько арт-объектов. Международная студенческая весна тоже не исключение. И вот один из первых арт-объектов, появившихся в городе. Вот такая книжная полка, книжный развал, можно так сказать, с изображением великих русских писателей. И поэтов. Он появился возле городского дворца культуры. В организации проведения студенческой весны действительно так или иначе задействован практически весь город. Кто-то встречает, развозит и размещает. Кто-то готовит, кормит и поет. Кто-то переводит, кто-то развлекает. Работы хватает всем. Как известно, на студенческую весну приедет очень много иностранных делегаций. И наша съемочная группа решила проверить, насколько в штабе готовы оказывать помощь иностранцам. Сейчас мы зайдем и попросим помощи, например, на португальском языке, как бы это сделали, например, бразильцы. Пойдемте. Легенда у нас следующая. Сейчас мы придем в штаб и скажем фразу «Здравствуйте, я потерялся, помогите, пожалуйста», но на португальском. Давайте попробуем. Сейчас подойдем к первым попавшимся и попробуем попросить помощи на португальском. Бо-тар, я preciso помощь. Пердонам, я не говорю португальский, но Фатима говорит португальский. Окей. Бо-тар, я preciso помощь. Бо-тар, бо-тар, вы можете быть спокойным, мы можем решить любое, что вы должны. Не знаю, что нам помогли в итоге или нет, но я смотрел бразильские сериалы в детстве, вроде похоже, что-то, наверное, полезное нам сказали. А что вы сказали? Я сказала, чтобы вы не волновались, что мы можем вам помочь в любой ситуации, не волнуйтесь, все хорошо. Поверим на слово. Спасибо большое. Работа в штабе фестиваля кипит днем и ночью. Сюда можно обратиться с любым вопросом и проблемой, касаемо студ весны. Последние штрихи, можно сказать, уверенно готовы. Последние какие-то приготовления, нюансы обсуждаются, доделываются, что-то там корректируется. Но мы готовы полностью, все хорошо. У меня в руках заветная бумажечка, за которой сейчас охотится пол Ставрополя. Это входной билет на церемонию открытия студенческой весны стран БРИКС и ШОС. Развенчаю сразу все мифы. Такие билеты достанутся только участникам фестиваля и молодежи Ставропольского края, представителям крупных вузов Ставрополя и молодежи из районов. Открытие также можно будет посмотреть на площади Ленина, на экранах на Александровской площади видеотрансляции и на телеканале СОТВ, за что спасибо. А на остальные все площадки, на концерты Макса Барского, Ёлки, диджея Вилли Вильяма и диджея Виндетты, на закрытие, на Эйкона, вход свободный. Первая делегация прибывает в Ставрополь уже завтра. К размещению гостей все готово. Участники международной студенческой весны будут размещаться сразу в нескольких гостиницах Ставрополя и в нескольких студенческих общежитиях. Сейчас мы находимся в общежитии Аграрного университета и, как вы сами видите, условия здесь просто царские. Эх, где мои 17 лет, когда я был студентом и, к сожалению, вот этого всего не застал. Ставрополь действительно готов к масштабному международному мероприятию. Поэтому, несмотря на календарь, весна в Ставрополе продолжается. Антон Киевский, Павел Сухарев, Ставропольское телевидение. В правительстве региона прошло ежегодное собрание Совета муниципальных образований края. Представители самого близкого к населению уровня власти подвели итоги работы в разных сферах. От обращения с твердыми бытовыми отходами до инвестиций в развитие подотчетных городов и сел. Главы рассказали об удачном опыте и поделились проблемами, которые стоят перед муниципалитетами. Однако не обошлось и без справедливой критики от главы края. Например, Дорожный фонд Ставрополья в этом году беспрецедентный. Почти 11 миллиардов рублей. Однако 4 из 34 муниципалитетов не могут без проблем освоить выделенные им средства. Мы говорим, что мы деньги берем и их превращаем в дороги. И сами отказываемся от этого. Соответственно, летит вся программа безопасной качественной дороги. На создание комфортной городской среды тоже выделяются немалые средства как из федеральной, так и краевой казны. Даже если один населенный пункт не справляется с обязательствами, подчеркнул губернатор региона, это сводит на нет усилий остальных. Любое невыполнение взятых на себя обязательств нами, я помню, как мы дрались за эти объекты, приводит к тому, что весь край в будущем году уходит из зеленой зоны, куда мы так долго рвались, в желтую, в красную. Нет, так не будет. Мы будем всегда лучшими. И для этого будем прилагать усилия. Кроме требования главам не подводить край, Владимир Владимиров поручил к 75-й годовщине Победы отремонтировать памятники в честь Великой Отечественной. А с 1 июня начать выплаты единовременной компенсации в 5000 рублей детям войны. Мы подготовили за моей спиной на баннеры новую эмблему, где и промышленность, и сельское хозяйство, и наш край, и вот эти красивые цвета триколора. То есть это уже, ну скажем так, в соответствии с новым временем. Проголосовать за губернатора Ставрополья можно будет в том числе и в Москве. В том случае, если вы будете в столице 8 сентября. О новшествах на грядущих выборах рассказал председатель краеизбиркома Евгений Демьянов. Дело в том, что сегодня официально стартовала избирательная кампания. Это время, когда партии определяются с кандидатами, думают над программами. Еще из новшеств больше наблюдателей. Общественная палата России направит своих представителей на Ставропольские участки. Прозрачность избирательных процедур, она ведет и к доверию населения к власти. Поэтому это одна из основных задач, которые ставит и Центр избирком России. И задача стоит и перед системой избирательных комиссий. Это четкое, понятное, прозрачное проведение избирательных кампаний. Согласно закону, самовыдвиженцев на пост губернатора быть не может. Только те кандидаты, которых выдвинет партия. Основные политические силы уже почти определились с персоналиями. Впрочем, у партии на это есть еще месяц. И как только кандидатуру выдвинут, начнется период агитации. Изобретение, которое трудно переоценить. Хотя бы потому, что его автору всего 17. Школьник из Невиномыска изобрел искусственную руку. То, над чем специалисты работают годами, он создал за пару месяцев. Теперь же его работу оценили на конкурсе в Китае. Со Ставропольским Кулибиным пообщалась Джамиля Ибрагимова. Пальцы сжимаются и разжимаются, и вот уже бутылка во власти их цепкой хватки. Искусственная не значит неспособная. Как раз очень даже наоборот. Удивительно, но ее создатель, 17-летний Витя, пока еще 11-классник. То есть, как вы видите, сейчас, когда я сокращаю мышцу свою, кисть разжимается, пальцы разжимаются. Когда я перестаю сокращать, пальцы назад сжимаются. Умная рука от кончиков пальцев до предплечья создана из металла. Оживает она очень просто. Считывает сигналы из нервных окончаний, передает их в микропроцессор, и пальцы начинают, как по мановению палочки, двигаться. Я установил сервопривод в качестве поворотного механизма, и человек может сам поворачивать руку по своему собственному желанию. Витя учился в 10-м классе, когда ему пришла идея создать протез. Идея была, а вот ресурсов не было. Он обратился в Невиномысский инженерный центр. Там ему помогли отшлифовать проект до почти идеального состояния. Витя к нам попал осенью этого года. Он пришел с идеей, с прототипом деревянным. И дальше началась работа уже непосредственно в центре. Надо дать должное. Витя уникальный мальчик. Он не то что целеустремленный. Он, вижу цель, не вижу препятствий. Все гениальное очень просто, уверен Витя. Его протез потому и уникальный, что каждый при желании сможет смастерить у себя дома. Я использую доступные абсолютно для каждого человека материалы и механизмы с электроникой. Также я стараюсь максимально облегчить программу, которая управляет самым бионическим протезом, чтобы любой человек смог хотя бы понять или разобраться, как она работает. А еще протез очень дешевый. Для сравнения, его брендовые аналоги стоят по миллиону за каждый. Витя сборка обошлась в 10 тысяч рублей. Искусственный протез вызвал восторг у строгого жюри в Китае. Мальчик ездил туда на международный конкурс исследовательских проектов. Свои работы сюда привезли дети со всего мира. Но золото уехало в Россию, в Ставропольский край. Сейчас перед школьником стоят совсем не детские задачи. Сделать протез максимально функциональным и похожим на руку, при этом сохранить себестоимость, чтобы изделие не стало только лишь выставочным. Я хочу усовершенствовать данный прототип и довести его до состояния брендовых бионических протезов, потому что я бы хотел, чтобы он приносил людям пользу. Сейчас у мальчика экзамены. Ему этим летом поступать в ВУЗ планируют в московскую Бауманку, где его таланту помогут набрать высоту. Инженерным разработкам удивлялись гуманитарии Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Попался на патронах. 39-летний житель Ставрополя замешан в незаконном обороте боеприпасов. У него дома нашли более 650 патронов различного калибра. Полицейские возбудили уголовное дело. Другие происшествия в оперативной сводке. Безрассудный поступок. Обгон на трассе в Георгиевском округе стал смертельным. 30-летний водитель Гранте совершал маневр, не убедившись в его безопасности. Тем самым поставил под угрозу не только свою, но и жизнь других участников движения. В итоге один встречный автомобиль успел увернуться, но двум другим не повезло. Нарушитель врезался сначала в иномарку, а затем в 14-ю. Как сообщает ГИБДД, на месте погибли водитель 14-й и пассажир Гранте. Еще четверо, в том числе и виновник аварии, с серьезными травмами в больнице. И еще одно ДТП. На федеральной трассе «Кавказ» водитель грузовика наехал на припаркованный автомобиль ДПС. Полицейские в этот момент были в салоне машины и оформляли другое ДТП. В итоге двоих сотрудников ГИБДД из Кочубеевского района госпитализировали с травмами. За рулем грузовика был 50-летний житель Ростовской области. Как показала проверка, водитель был трезв. Вероятно, причина ДТП – усталость виновника. В течение пяти часов подряд он находился за рулем. Взялась за старое. 28-летняя жительница Есентуков пришла в магазин парфюмерии и косметики и не смогла удержаться от соблазна вновь украсть. Ранее у нее уже была судимость за кражу. Женщина разглядывала витрину и несколько флаконов незаметно спрятала в свой пакет. К моменту, когда злоумышленницу нашли полицейские, она уже успела продать добычу и потратить деньги. Теперь в ее копилке очередное уголовное дело. Вымышленное лечение. 21-летний житель Георгиевского округа попросил у знакомой в долг ювелирные украшения. Ему понадобились деньги якобы на лечение родственницы. Позже сыгравший на доверие обманщик сдал драгоценности в ломбард без права выкупа, а деньги присвоил. Ущерб больше 420 тысяч рублей. Теперь ему придется ответить по уголовной статье за мошенничество. Движемся далее. И вот о чем мы расскажем во второй части программы. Эстафетный факел и медали. На Ставрополье привезли атрибуты зимней универсиады в Красноярске. В Ставропольском зоопарке пополнение в звериных семействах. Как осваиваются малыши. Джамиля Ибрагимова отправилась в зоопарк. О чем говорил актер Станислав Дужников с жителями и гостями с Железноводска. Дневник кинофестиваля Герои Время. Ставропольских бизнесменов сегодня чествовали в правительстве края. Повод весомый. Профессиональный праздник. Сегодня в крае зарегистрировано 116 тысяч малых и средних предпринимателей. В этом году на Ставрополье выделили рекордную сумму на поддержку бизнеса. 2 миллиарда рублей. И неудивительно, что сам год в регионе объявлен годом предпринимательства. Статуэтку еще не вручают, но лучших бизнесменов в своем муниципалитете поощряют. Они главный фактор развития экономики. В Шпаковском районе сегодня в честь Дня российского предпринимателя прошел районный конкурс «Предприниматель года». Ирина Ивановская познакомилась с победителями. В сфере общепита комплекс, который представляет Марина, работает всего три года. Однако их молодая компания активно участвует в жизни района. А также кормит и развлекает жителей и гостей Михайловска. И не только его. Свои силы, рассказывает, недавно попробовали на международном фестивале фейерверков под Есентуками. На фестивале было в день от 60 тысяч человек. Но мы там находились не одни. То есть точек общепита было очень много. Ну, где-то тысячи три, я думаю, в течение дня, в суток прошли. За работу владелец бизнеса получил звание мецената года. Так решили девять членов жюри районного конкурса «Предприниматель года», который прошел в Михайловске. В конкурсе всего три номинации. Кроме мецената, выбирали лучшего бизнесмена в сфере общественного питания и в сфере спортивной деятельности. Оценивали по десятку критериев. Первое – это сколько человек привлечено на производство. Какие перспективы развития. Сколько точек. В общем-то, различные параметры порядка десяти. И по итогам всех представленных документов определялся победитель. Назвать одного победителя было сложно, ведь в Шпаковском районе зарегистрировано больше четырех с половиной тысяч предпринимателей. Трудятся они в промышленной сфере района, в сфере обслуживания и торговли. Многие бизнесмены территории ощущают реальную помощь от краевых властей. Ведь только на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса Ставрополья в этом году выделено полмиллиарда рублей. Допустим, там общепит, это тоже у нас в последнее время начало развиваться очень неплохо. Поэтому, наверное, большая часть там. Но если мы говорим о валовом каком-то продукте, о финансах, то здесь, конечно, сельское хозяйство, наверное, ведет лидирующую роль. Вне конкурса за свой деловой подход и активную работу благодарности получили еще около 30 предпринимателей. В честь победителей и всех бизнесменов района провели концерт, а отличившимся вручили грамоты и денежные сертификаты. Ирина Ивановская, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. А в Ставрополь сегодня привезли главные атрибуты зимней универсиады 2019 – эстафетные факелы и медаль. Именно такие вручали победителям соревнований в Красноярске. Атрибуты универсиады организаторы подарили на память правительству края, администрации города, Олимпийскому совету и Министерству спорта региона. Отметив тем самым хорошую работу и продуктивное сотрудничество Ставрополья с организаторами универсиады. Именно в Ставрополе проходил один из этапов федерального эстафеты огня. И Ставрополь с большим теплом и радушием принял нашу эстафету и помог в организации проведения этого мероприятия. И поэтому сегодня я здесь для того, чтобы вручить атрибуты универсиады. Мы гордимся, что Ставропольский край был в числе 16 субъектов Российской Федерации, где была проведена эстафета огня. И как по оценке организационного комитета, вы сегодня это услышите не от меня, что эта эстафета прошла на очень высоком организационном уровне. Конечно, мы гордимся этим и мы очень рады, что по итогам универсиады члены организационного комитета приехали в Ставрополь, чтобы сказать, наверное, слова, дать оценку проведенной эстафеты и вручить памятные атрибуты универсиады. Ставропольский край стал одним из российских регионов, где создана самая современная сеть стандарта 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет. Жители крупных городов и небольших поселков сегодня имеют одинаковые возможности. Антон Киевский побывал в селе Сенгелеевском и лично в этом убедился. В современном мире качество жизни определяет в том числе и хорошая мобильная связь, и, конечно же, мобильный интернет. И поэтому даже в небольших населенных пунктах Ставропольского края люди не чувствуют себя оторванными от окружающего мира. И здесь каждый житель может в любой точке села посмотреть свой любимый сериал. Его не дома, его похитили пришельцы ночью. Билайн значительно расширил сеть 4G в Ставропольском крае. За 2018 год количество базовых станций, обеспечивающих скоростной мобильный интернет, увеличилось на 36%. Мы в прошлые годы активно строились, в этом году мы продолжаем активно строиться. В первую очередь базовые станции стандарта 4G. И сегодня это нам позволило развернуть сеть 4G в 240 населенных пунктов, где проживают не менее 93% населения Ставропольского края. Смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, ввести онлайн-трансляцию в социальные сети, всеми возможностями скоростного интернета пользуются жители и небольших населенных пунктов края. Причем от мала до велика. Интернет позволяет нам общаться с друзьями, участвовать в разных конкурсах, развиваться, смотреть фильмы, получать от этого удовольствие. С появлением высокоскоростного интернета, конечно же, изменилась жизнь к лучшему, так как мы находимся вроде бы в селе в таком глубинке, далеко от районного центра. Но все равно это помогает нам в общении с друг с другом. В итоге, конечно, тоже очень помогает. Мы здесь засиживаемся до вечера, работа, мы можем заказать в интернет-магазине любую вещь, покупку, те же продукты и так далее. Очень хорошее, я очень довольна. Сельские жители и городские жители имеют абсолютно одинаковые возможности использовать скоростной мобильный интернет и передачу данных. И мы видим, что это пользуется очень активным спросом жителей Ставропольского края. Только за прошлый год трафик мобильного интернета в сетях Билайн вырос больше, чем на 30%. Высокоскоростной мобильный интернет действительно позволяет жителям небольших населенных пунктов Ставропольского края идти в ногу со временем. И вот, например, в Сенгелеевском, благодаря высокоскоростному интернету, можно рассказать всему миру, как здесь красиво. Не будем исключением и мы, Антон Киевский, Александр Бородин, Ставропольское телевидение. Хе-хей! И в Инстаграм. А в Ставропольском зоопарке в эти дни сразу два праздника. В семействе страусов и оленей пополнение. Новым членам семьи еще нет и двух недель, они уже звезды. Джамиля Ибрагимова отправилась на знакомство с пушистыми малышами. Все, мушка, поднимись, поднимись, покажи маленьких. Ну, покажи. Важный страус с солидным прозвищем Семен Семенович впервые стал отцом и сразу же четверых малышей. Все заботы самец берет на себя. Сам яйца высиживал и теперь вот глаз птенцов не сводит. У него материнский инстинкт такой, какой не у каждой мамы есть. Такова уж страусиная природа. Страусяты Эму появились на свет девять дней назад. Они сейчас немного подросли, осваиваются, изучают свой новый дом. За ними, как конвойный, ходит их отец. Он их опекает и никого к ним не подпускает. Семен, как себя чувствует ваше потомство? При виде опасности в лице нас с оператором Семен Семенович грозно урчит. Не даст в обиду. Мама птенцов взволнованно тем временем приглядывает за отцом с малышами издалека. Ее знакомство с птенцами состоится позже, когда они немного окрепнут. Пушистые комочки, кстати, растут не по дням, а по часам. Большой страусиной семье клювом никто не щелкает. Аппетит у малышей далеко не детский. Основной рацион у них – это зерновые, это ячмень, это пшеница, это кукуруза. Ну и добавляем немножко биодобавки, это финиш. У соседей в вольере напротив тоже радостное событие. В дружной семье оленя Миши и оленихи Лоры родился малыш. Сейчас у них настоящая семейная идиллия. Ну оленя-то, эта пара у нас уже 6 лет живет, это третий приплод у них, сильная мама, постоянно молодняк появляется, сильный, хороший. Полосатому детенуше олене 5 дней от роду, а он уже звезда местного масштаба. К нему слишком повышенное внимание. А это так утомляет. От суеты и видеокамер прячутся в тени деревьев. И даже настойчивые посетители с пакетом еды не подкупают. Малыш сейчас питается исключительно маминым молоком. Зато папа-олень, пользуясь положением, не стесняется принимать презенты. В зоопарке, между тем, говорят, настоящий бэби-бум впереди. Родителями еще готовятся стать ягуары и верблюды. Так что уровень мелоты на один квадратный метр этим летом здесь определенно будет зашкаливать. Свою порцию умиления получили Джамиля Ибрагимова и Владимир Ходрев. Ставропольское телевидение. Тем временем в Железноводске продолжается одно из ключевых событий года – кинофестиваль «Герои время». Помимо просмотров кинолент, там проходят и встречи со знаменитостями. Так жители и гости города-курорта смогли пообщаться со Станиславом Дужниковым. Это актер театра и кино, заслуженный артист России и Мордовии. Широкую известность Станислав получил после выхода сериалов «ДМБ» и «Воронины». Встреча с актером проходила в Пушкинской галерее. Людей в зале интересовал его творческий путь, любимые роли, интересные истории из жизни. Дужников очень много шутил и делился своей энергетикой. Станислав признался, что рад принять участие в таком фестивале. Героем может быть любой человек, не важно, как вы выглядите. И важны его поступки, его дела, его пьяни. И то, что фестиваль назван таким именем, я думаю, что здесь, как бы и до начала, будут открываться герои и любовь, и дай Бог, чтобы этот фестиваль посуществовал достаточно долго. Сразу после новостей смотрите новый выпуск программы «Время – дело». В последний день весны Маша и Рома решили хорошенько подготовиться к лету. Маша попробовала организовать внеочередной субботник в Невиномыске, а Рома отправился приводить себя в форму к пляжному сезону. Ведущие программы заодно расскажут о проектах местных инициатив, спортивной площадке в поселке Лиман и новом сквере в Невиномыске. Еще больше новостей региона на сайте stv24.tv, а также в дальнейших выпусках информационной программы «День». Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова